Уважаемые коллеги, большое спасибо, что вы нашли и возможность посетить наш вебинар. И большое спасибо организаторам за приглашение и предоставление площадки для того, чтобы рассказать о нашем самом тяжелом и самомнаболевшем. Гислогические и иммуногисхимические исследования подчиняются тем же самым требованиям, как и любые другие лабораторные исследования. Мы решаем три задачи. Самая главная задача – это информативность. Наша задача – поставить диагноз. Неважно, это цитология, это гистология, это иммуногисхимия. Мы должны быть эффективными и дать врачу дорожную карту, что делать с этим пациентом дальше. Обследовать, лечить, перенаправить специализированные учреждения. Ну и, безусловно, каждое гислогическое и иммуногисхимическое и цитологическое исследование должно подчиняться требованиям экономической цельсообразности. Оно должно быть достаточным, но, безусловно, не должно быть избыточным. У него должна быть понятная прозрачная цена, и, как у любого лабораторного исследования, у него должно быть понятно, что в него входит. Гислогические исследования можно условно разделить на четыре базовые группы. Это рутинное гислогическое исследование, которое выполняется с окрашиванием гемотоксилином и азином, и оно выполняется всегда при запросе на гистологию. В качестве дополнительных окрасок мы можем использовать гистохимические исследования, например, окрашивание на хеликобактер пилори, на выявление коллагеновых и эластических волокон, окрашивание по вангизону, на определение типа слизи, это окрашивание паса или шифреакция. И иммуногистохимические исследования, выделяющиеся в отдельную группу, это уже больше молекулярно-биологическое исследование, позволяющее нам определить наличие антител к клеточным белкам. Отдельной группой для гистологических исследований стоит иммунофлюоресцентная гибридизация in situ, так называемая фиш-исследование. Эти исследования применимы исключительно и только для диагностики онкологических процессов и для некоторых иммунопатологических процессов. Информативность исследования зависит от сочетания разных факторов, но в первую очередь мы хотим обратить внимание на базовые факторы и рассмотреть в дальнейшем, как эти факторы могут повлиять на конечный результат. Подготовка к исследованию врач-патолога-анатом, врач-цитолог, конечно, определять не будет. Это определяется исключительно лечащим врачом, потому что взятие биоматериала для гистологии всегда производится в условиях амбулатории или стационара. Но одно из требований лаборатории – это соблюдение правил фиксации биоматериала. Для лаборатории, конечно, всегда необходимо достаточное по объему диагностическое значимое количество биоматериала. Мы понимаем, что не всегда получается это получить. Это связано в основном с соматическими состояниями пациента, но тем не менее от достаточности объема будет зависеть конечный итог, то есть конечный диагноз. И наш самый главный и опорный пункт – это полноценка клинической информации о пациенте. Врач, проводя осмотр, выбирает метод диагностики, цитология, гистология. Также может назначать дополнительную сразу иммуногистохимию. Это, безусловно, касается онкопроцессов. Выполняет взятие биоматериала и заполняет направительный бланк. И часто мы сталкиваемся с тем, что наши загруженные врачи, к сожалению, не имеют достаточного количества времени для корректного и полноценного заполнения направительного бланка. От этого пункта будет зависеть то, какие изменения и как будет интерпретировать дальнейшим врач-патолога-анатом, задача которого в рамках лаборатории включается в пробоподготовки, то есть приготовления из удаленного тканевого фрагмента предметного стекла, формулирования заключения и рекомендациях по дальнейшим действиям по пациенту. Итак, возвращаясь к самому началу, фиксация биоматериала. Фиксация биоматериала должна производиться только в... Сейчас мы вернемся на предыдущий слайд. На предыдущий слайд. Должна производиться только в 10% забуференном растворе формалина. Это критически важно, как для любого гистологического исследования. Помещать биоматериал в флакон с фиксатором нужно немедленно сразу после взятия. Фиксатором может являться только 10% забуференном формалина. Объем емкости для фиксации биоматериала должен быть достаточным, чтобы не происходило смятие, травматизации или деформации удаленного кусочка. И необходимо соблюдать время фиксации. Минимальное время фиксации – это 6 часов, максимальное время фиксации – это 48 часов. Эти данные являются критичными для последующих возможностей дальнейшей пропподготовки для выполнения иммуногистохимических исследований, для выполнения флуоресцентной гибридизации ин-ситу. При фиксации биоматериала более 48 часов, то есть если с момента взятия биоматериала до момента доставки его в лабораторию проходит более 48 часов, могут в ткани проявляться разного типа артифициальные изменения, которые делают невыполнимыми дальнейшие виды исследования. Недопустимо механическое повреждение образца, недопустимо высыхание образца, то есть оставление образца на обычном воздухе, недопустимо ни нагревание, ни замораживание образца, но и также недопустимо другое химическое повреждение образца, то есть погружение его в спирт, в какие-то кислоты, только формалиновый буфер. В качестве последствий самые базовые – это возможные артифициальные изменения в препаратах, то есть строение ткани будет абсолютно не соответствовать тем параметрам, по которым врач-патологоанатом оценивает корректность проведенной пробки подготовки, что приведет к невозможности оценить изменения в клетках. Нарушения фиксации могут привести к невозможности выполнить иммунгисхимическое исследование, и реакция будет не проходить. Мы просто не узнаем наличие экспрессии соответствующих антител, но и как следствие этих пунктов у нас с вами будет непоставленный диагноз. Как мы знаем, гистологический биоматериал является уникальным, повторное взятие невозможно. Гистологические исследования проводятся на разных типах биоматериала. По закону, все, что отчуждено у пациента в условиях стационара или амбулатории, будь то биоптат, пунктат, соскоб, удаленный тканевой фрагмент или удаленный орган, все должно подвергаться рутинному гистологическому исследованию. Биоптаты могут быть пищевода желудка, тонкой толстой кишки, бронхов легких, биоптат яичников. Для работы с таким эндоскопическим материалом врачу-патологоанатому критически необходим протокол эндоскопического исследования. Мы хотим увидеть вашими глазами состояние пациента. Нам, конечно, недостаточно знать того, что это просто биоптат желудка, ведь мы понимаем, что просто пациент не придет здоровый для того, чтобы выполнить эндоскопическое исследование биопсии желудка. Мы хотим знать, что вы видите, какой диагноз вы предполагаете и какие дальнейшие оценки и действия требуются от лаборатории, потому что задачу для лаборатории всегда ставит врач-клиницист. Соскобы, рутинные и банальные, встречающиеся в практике любой лаборатории, это соскобы цервикального канала и соскобы полости матки. Мы работаем с трепанобиопсиями, которые берут из молочной железы, предстательной железы, костного мозга и печени. Таким образом, в названии много трепанобиопсии, биоптат, соскоб, но базовое рутинное исследование одно – это гистологическое исследование. Удаленные тканевые фрагменты также могут быть взяты разными способами при разных манипуляциях. Это может быть как целый орган при онкопатологии, фрагмент этого органа при каких-то дегенеративно-воспалительных процессах. Это может быть фрагмент опухоли, которая иссечена, неважно, она доброкачественная или злокачественная, а может быть просто воспалительно измененный дегенеративный участок ткани. В лаборатории инвитера принята своя номенклатура для маркировки кода услуг и базовое рутинное гистологическое исследование в нашей маркировке называется тест 511. Это исследование диагностического материала объемом до 6 кубических сантиметров или до двух парафиновых блоков, как это указано у нас с вами на слайде. Если биоматериал будет большего объема, то мы предлагаем выбирать из следующих тестов 51-104. Это исследование операционного материала объемом более 6 сантиметров, но не более 20 кубических сантиметров. В том числе это соскобы полости матки, в том числе это этажные биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника, в том числе это удаленное новообразование кожи небольшого объема, взятые из разных локализаций, в том числе, и это бывает достаточно часто, это материал конизации шейки матки. И для крупного операционного материала, когда мы говорим об удалении органокомплекса или отдельных органов, это тест 50-1105. Таким образом, у нас есть градация между диагностическим и биопсидным материалом малого объема и диагностическим и операционным материалом большого операционного объема. Как примеры, мы хотим привести для использования следующую табличку. ТЭС-511 – рутинно-гисологическое исследование, диагностический материал малого объема до 6 кубических сантиметров. Это, как правило, удаленное новообразование кожи небольшого объема, это гатороскопии, это колоноскопии, это аспираты полости матки и любые другие диагностические и инцизионные биопсии, которые необходимы для постановки диагноза. В качестве теста 50-1104 мы можем использовать пример соскоп церевикального канала, соскоп шейки матки после проведения раздельного диагностического выскабливания или биоптат шейки матки, конусовидной биопсии или поэтажной биопсии тонкой кишки. Как пример теста 50-1105 мы предлагаем использовать операционный материал матки с придатками, операционный материал резинцированный желудок при онкологических заболеваниях и резинцированная щитовидная железа. Мы с вами понимаем, что и матка с придатками и желудок, и резинцированная щитовидная железа – это разный по объему физический материал, но тем не менее исследование будет укладываться в рамках теста 50-1105. Когда лаборатория приступает к работе, лаборатория хочет посмотреть на пациента не только своими глазами, но и глазами клинициста. В нашем направительном бланке содержатся все те же самые пункты, которые вы заполняете в истории болезни пациента. Но, коллеги, помните, что мы не видим пациента, поэтому мы акцентируем на графах и пунктах заполнения направительных бланков всегда при начале работы с врачами. В нашем бланке существует структурно шапка, где заполняются идентификационные данные пациента, область для заполнения клинических данных и табличка для маркировки материала, потому что мы с вами знаем, что у одного пациента в рамках одного исследования может удален быть биоматериал разных локализаций. На второй и четвертых страницах нашего направительного бланка есть разделение тестов, и оно идет по локализациям. Гинекологические исследования и коды тестов для разного вида удаленного биоматериала. Эндоскопические исследования и операционный материал для кишечника и так по всем этажам, органам и тканям. Критические пункты для лаборатории для заполнения направительного бланка – это не только идентификационные данные пациента и врача, но и, самое главное, клинический диагноз, код МКБ, способ получения биопсийного материала, локализация биоматериала и маркировки материала. Особенно это критически важно, когда в рамках одного исследования производится взятие биоматериала из разных отделов, органов или тканей. Клинический диагноз обследования, с которым мы регулярно сталкиваемся в нашей работе, к сожалению, не применим для гистологических исследований. Хотя мы знаем большое количество заболеваний и проблем, при которых первичным является гистологическое исследование. Тем не менее, мы просим наших врачей всегда делиться хотя бы предположительными клиническими диагнозами, которые дадут лабораторию точку отсчета для анализа морфологических изменений в биоптате у пациента. Отдельно хотелось бы обратить внимание на биоциную диагностику дерматозов. У нас есть отдельно выделенный тест, это тест 534, биоцинная диагностика дерматозов, то есть заболевания кожи всех, кроме опухолевой патологии. Существует более 150 болезней кожи разных категорий. Они делятся, безусловно, на врожденное заболевание, на эритоматозное заболевание, на рутинные банальные дерматиты, на воспалительные заболевания, на заболевания соединительной ткани и на гранульматозы. Я хочу обратить внимание на то, что микроскопические изменения при разных заболеваниях кожи будут похожи. Особенно это касается эритоматозных, эритоскламозных процессов, плюзных, булезных, то есть неспецифических процессов, когда основным процессом в биоптате будут воспалительные изменения. Для того, чтобы выйти на какой-то конкретный диагноз, врачу-патологу-анатому необходимо сопоставить клинические данные, которые вы приводите, и морфологическую картину. Для проведения биопсийной диагностики кожи биопсия должна забираться на границе патологических изменений и здоровой кожи из свежего очага. Это данные, приведенные из клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по диагностике дерматоза. Брать биопсию кожи после проведения аппликации гормональной терапии категорически не рекомендована. Проведенная гормональная терапия, безусловно, возымеет свое воздействие и приведет к сглаживанию проявлений морфологических изменений при дерматозах, что не позволит поставить корректный диагноз. Поэтому при своей работе с биоптатами кожи врач-патолога-анатом должен анализировать в первую очередь фотографию образования, он должен анализировать давность анамнезоболевания, подробные жалобы, зуд, шелушение, частота, влияние каких-то внешних факторов тепловых, или это может быть аллергическая реакция. Распространенность процесса, очень разные дерматологические процессы локализуются на разных поверхностных телах. Например, как пример приводим псориаз, это может быть как ладонно-подушевная форма, так и может быть распространенная форма. Это будет два разных типа одного и того же процесса псориаз. Мы знаем, что лечение последующее, оно будет примерно идентичное, но тем не менее наша с вами совместная задача – это корректный диагноз. И, конечно, отдельно необходимо обратить внимание на возможное наличие профессиональных факторов. Например, даже такие, казалось бы, незначительные профессиональные факторы, как работа с углеводородами, то есть на заправочных станциях, на станциях, на нефтеперерабатывающих заводов. И этот профессиональный экологический фактор может вызвать определенные изменения в биотатах козы, которые нельзя будет интерпретировать как-то иначе. Отдельным тестом и отдельным требованием хотелось бы проговорить о консультации готовых гистологических препаратов. Многие пациенты приходят к нам в лабораторию или обращаются к нам за независимым мнением. Возможно, наше название «Независимая лаборатория инвейтра» приводит их к выводу, что предыдущее мнение врача по долгоанатому, поставленное в другой лаборатории, является ненезависимым и некорректным. Многие пациенты в последние годы достаточно информированы и приходят из одной лаборатории в другую для того, чтобы получить одновременно несколько мнений врача. Для того, чтобы лаборатория могла корректно оценить принесенный в лабораторию биоматериал клинические данные, врачу необходимо не только просмотреть полностью историю болезни, но и просмотреть весь биоматериал. В 90% случаев в лаборатории происходит реставрация принесенных парафиновых блоков, предметных стекол, которые не всегда бывают достоверного и достойного качества для того, чтобы можно было качественно поставить диагноз. Для того, чтобы лаборатория могла корректно выразить второе мнение или провести консультативное исследование биопсидного материала, в первую очередь в лаборатории требуется полная медицинская документация. Это может быть выписка из истории болезни, это могут быть просто ответы на вопросы анкетника. Что удалили, когда удалили, зачем удалили, чем заболел, как давно это началось и чем это лечили. Почему требуется второе мнение, это просто пожелание пациента или недоверие врача, или это назначение и рекомендация врача-клинициста. В ряде случаев, если маркировка биоматериала недостаточная, мы можем попросить предоставить протокол биопсийной вырезки. Это процесс обработки тканями врачами-патолгоанатомами при первичном гисологическом рутинном исследовании, которое происходит в каждой лаборатории. И отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что второе мнение или пересмотр иммуногистохимических препаратов в нашей лаборатории не производится, как он не производится ни в одной лаборатории России. Иммуногистохимическое исследование требует отдельных лабораторных ресурсов, требует отдельных внутри лабораторных процедур, И мы не можем, к сожалению, доверять тем результатам иммуногисхимических исследований, которые выполнены на базах других лабораторных служб, с которыми мы не контактируем. Краткие данные, которые критически важны для иммуногисхимических исследований, перечислены ниже. В первую очередь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что иммуногисхимическое исследование назначает врач. Это может быть врач-патологоанатом, который назначает его как уточняющее исследование. Это может быть врач-калиницист-онколог, который назначает иммуногисхимическое исследование как базовое исследование по требованию клинических рекомендаций по лечению новообразований. И на основании назначенных антител, на основании назначенного иммуногисхимического исследования врач-патолога-анатом берет на себя ответственность интерпретировать полученный результат. Интерпретация результатов иммуногисхимических исследований производится только в лаборатории и не в клинике. Для исследования мы принимаем весь операционный материал и сами выбираем один и единственный парафиновый блок для того, чтобы выполнить иммуногисхимическое исследование. Поэтому мы попросим предоставить полный пакет документов и полный объем удаленного операционного материала для корректного выбора корректного участка ткани, на основании которого будет проведено иммуногисхимическое исследование и впоследствии установлен диагноз, с помощью которого врачи-клиницисты назначат дальнейшее лечение. Иммуногисхимическое исследование следует проводить именно в том материале, где обнаружено что-то плохое, непонятное. Это касается не только онкологического материала, но и также таких диагностических исследований, как, например, биопсия шейки матки. Когда в рамках рутинного гистологического исследования врач-патологоанатом устанавливает диагноз умеренной дисплазии или H-силл и рекомендует произвести иммуногисхимическое подтверждение степени выраженности дисплазии, умеренная или тяжелая, так как это критическим образом влияет на дальнейшую маршрутизацию пациента. Иммуногисхимическое исследование, соответственно, для нас доступно как для дозаказа, как дополнительное исследование после ранее произведенного исследования после рутинной гистологии. Иммуногисхимическое исследование не выполняется только в одном случае, если недостаточно диагностически ценного материала. Это, конечно, касается маленьких функционных биопсий, когда для диагностики необходимо хотя бы 100 опухолевых клеток. Если диагностический материал, предоставленный в лаборатории для иммуногистохимии, не содержит опухолевого субстрата или субстрата тканевого или клеточного для иммуногисхимической диагностики, это будет, к сожалению, поводом для лаборатории для отказа в проведении иммуногистохимии, потому что она будет невозможна. После проведенных исследований биоматериал хранится в лаборатории, но мы всегда по запросам пациентов, по запросам врачей возвращаем биоматериал для проведения дальнейших исследований, для хранения в других учреждениях, для консультативного пересмотра. Сроки хранения влажного фиксированного формалиния биоматериала делятся на две категории. Неонкологический сырой формалиновый материал хранится 7 рабочих дней после выдачи результата или 10 календарных дней. После этого срока этот формалиновый архив уничтожается. Онкологический формалиновый архив по закону хранится один календарный год и после этого уже подлежит утилизации. Парафиновые блоки и предметные стекла хранятся не менее 10 лет в пределах лаборатории. И лаборатория несет полную ответственность за их сохранность и выдает их как пациентам, так и по запросам врачей по первому требованию. Консультативный материал, который нам направляют как второе мнение, также хранится в лаборатории не менее 10 лет. Итак, лаборатория инвитера обеспечивает не только полноценную пробу-подготовку, не только консультативно-диагностическую помощь для врачей-клиницистов, но и так обеспечивает архивацию биоматериала. Враза биоматериал возможен по определенной схеме после направления запроса менеджеру или направления запроса в медицинский офис. Сроки возврата различные. Конечно, поскольку лаборатория локализована в Москве, возвраты по Москве и Московской области доступны в течение 5 рабочих дней, возврат в регионы Российской Федерации осуществляется в течение 20 рабочих дней. Бывают случаи, когда лаборатория попадает в затруднительные ситуации и сталкивается с редкими, козуистически редкими случаями, когда необходимо привлекать для консультации референсную лабораторию. Лаборатория «Инвитро» сотрудничает с Федеральным научным центром имени Димы Рогачева, с городской клинической онкологической больницей номер 62 города Москвы и Национальным центром клинической морфологической диагностики, расположенным в городе Санкт-Петербург. Это одни из лучших морфологических центров диагностических, которым собран великолепный, блестящий научный и базовый рабочий патологоанатомический потенциал и с коллегами взаимодействия получается достигать не только уровня работы базовой лаборатории, но и подключения референс-лабораторий. Мы можем дополнительно перенаправить ваш материал нашим консультантам. К сожалению, сроки исследования будут достаточно большими, но, тем не менее, эта услуга также может быть доступна. Я надеюсь, что кто-то еще остался из наших коллег, кто посвятил время нашему вебинару и хотел бы завершить наш вебинар выводами из нашего обсуждения. Недостаточное клинических данных на направительном бланке, отсутствие данных протоколов и результатов инструментальных видов исследований, ультразвуков, полна, гастроскопии, бронхоскопии, иногда отсутствие протокола операции или непредоставления данных пациентам приведет нас либо к неполноценному диагнозу, либо будет являться причиной расхождения диагноза. Дорогие коллеги, дорогие слушатели, дорогие...